Весь ресурс развития этого государства однозначно сделал европейский выбор. И то, что сегодня один человек, либо там несколько человек, исходя из своих личных интересов, делают другой выбор, это, конечно, преступление. Это шаг, который нас может окончательно отбросить в цивилизационный тупик. Потому что Европа при всех своих недостатках, при всех своих проблемах, при всей своей неоднородности, это здоровый организм в целом, в котором есть проблемы. Модель, которая предлагается из России, она работает только для России, с ее ресурсами, с ее вот такой вот сырьевой иждивенческой экономикой, с ее каким-то квази-особым путем, мифическим, особого пути не бывает. Особый, что такое русский особый путь, показал еще Чайадай. Расчетно на то, что... То есть, либо Украина будет сама развиваться, либо ее кто-то будет кормить. В Европе предлагают удочку, чтобы самим наловить рыбы. В России предлагают чуть-чуть поделиться рыбкой. С каждым годом рыбки будет все меньше. На мой взгляд, углеводороды теряют свое значение. Через 10-15 лет уже будут ездить электромобили. Сланцевая революция. Ну, все эти вещи, я не экономист, но я прекрасно понимаю тупиковость русской модели. В чем-то это было, конечно, дежавюм событий 9-летней давности. Даже непонятно было, почему никто не кричит «Ющенко!» и «Кучмугать!». Но, с другой стороны, что приятно отличало этот Майдан от того, это был Майдан уже таких скептиков. Политические лидеры, которые выступали там, они не воспринимались как пророки, которым нужно следовать. Их терпели. Ну, да, говорят. Ну, Кличко что-то говорит. Ну, да, так себя говорит. Ну, Тигнебог, да, харизматичен. Понятно, о чем он умалчивает. Ну, партийная символика была какая-то. Она раздражала. Мне вот вручила жена Луценко ленточку, вот эту. Я ее даже с удовольствием повязал. Вот как... Такая приятная деталь. Но, разумеется, это не то, что... Получить эту ленточку, это не было моим побудительным мотивом для того, чтобы туда пойти. Я туда пошел, чтобы, как я написал, в замечательной социальной сети Facebook, привет товарищу Цукербергу, для того, чтобы, глядя на себя в зеркало, мне потом не было стыдно смотреть в свои же глаза. Продолжение следует...